Трудно говорить. Это место, где я с мамой стоял на краю, видел, в котором лежали дед труппы. Феликсу Яковлевичу было пять, когда они с мамой чудом спаслись из лагеря смерти. Но даже спустя 75 лет невозможно сдержать слезы, вспоминая погибших родных. Эту боль, кажется, до сих пор чувствует весь еврейский народ. И каждый приходит к мемориальному комплексу Яма, чтобы отдать дань памяти в тишине именно этого места. Утром плакать и кричать стало некому. Пожалуй, именно тишина стала первым памятником сто тысячам убитых евреев Минска. Сто тысяч человек погибли в Минском гетто. На нескольких улицах, огороженных колючей проволокой, происходило то, что назовут чудовищным и зверским, независимо от того, сколько пройдет десятилетий. Здесь снова вспомнят, как нацисты никого не жалели. Иногда им было жалко патронов. Тогда детей убивали ножами. И каждый год в эти октябрьские дни сюда приходят люди, чтобы напомнить, чтобы обратиться ко всему миру и буквально молить, чтобы кошмар не повторился. Для меня это зов людей, которые были уничтожены. Этот зов слышится в этом месте. Он доходит до каждого из нас. Наверное, те люди кричат из-под земли. Люди помните. Люди не забывайте. Люди знайте, что это произошло. И это никогда не должно повториться. И для того, чтобы это не повторилось, мы вместе должны выступить против жестокости, насилия и антисемитизма. С каждым годом тех, кто может рассказать о Минском гетто, кто видел все своими глазами, кто вырвался, бежал и чудом выжил, остается все меньше. Но сюда приезжают их потомки. Те, кто Беларусь называет родиной. Те, кто до сих пор чувствуют важную связь. Сегодня Беларусь для меня – это родная земля. Все мои родственники отсюда. Они погибли в гетто в Давидгородке. И сколько бы лет ни прошло, для меня важно не только помнить, но и бывать в этих местах. Заниматься установкой памятников. Мы очень связаны с Беларусью. Минск, Пинск, Давидгородок, Элисторин – это все наша история. К мемориалу Яма ведут 17 ступеней, по которым в бездну спускаются навсегда застывшие в бронзе узники. Во время установки комплекса раскопки не проводились. Ведь эта земля буквально пропитана кровью. И в память о каждом сегодня здесь снова звучала поминальная молитва. Фрида Вульфовна приходит сюда раз в год. Чаще не хватает сил. В память буквально врезалось все, что здесь происходило, когда она была маленькой девочкой. Об этом она рассказывает только 22 октября. Каждый раз напоминает такое простое, но такое важное правило для всего человечества. Люди, чтобы любили друг друга, и чтобы не было войн, они не стоят человеческой жизни. Анна Волковец, Роман Пастернак. Наши новости ОНТ.